Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Мы с котеночком сегодня приехали на прогулку. Мы приехали в Межапарк. Это очень красивый и большой лесопарк в Риге, в котором располагается очень-очень много развлечений. Сейчас пойдем гулять, буду рассказывать, что у нас здесь находится. Межапарк, в прямом переводе с латышского, это лесопарк. Он очень большой парк, в котором в советское время, когда я еще была очень маленькой, были карусели, мы их так называли. То есть это все аттракционы возможны, начиная с машинок, заканчивая ромашкой. И также здесь располагается Рижский зоопарк. Он до сих пор здесь есть, и сегодня мы как раз-таки туда и направимся. Но помимо зоопарка здесь еще также есть возможность очень комфортно прогуляться или, в принципе, провести свободный день вместе с семьей. Здесь можно арендовать велосипеды, ролики, скутеры и всякие разные электрические средства передвижения. Да и, в принципе, можно очень комфортно проводить время и гулять в огромном парке или, можно даже сказать, в лесу по асфальтированным дорожкам. Тут также есть летняя эстрада, в которой проводятся большие-большие концерты, поскольку эстрада действительно огромная. Ну и, в принципе, наверное, я бы могла бы сравнить этот лесопарк с Элагином в Санкт-Петербурге, хотя этот намного больше, и здесь есть больше возможностей развлечений. Также здесь есть озеро, на котором можно кататься на лодках, катамаранах и так же. Ну и, понятное дело, кафе, рестораны, мороженое и прочие-прочие развлечения. Так что сейчас мы дойдем. С парковкой здесь, как обычно, сложновато, поскольку действительно людей, отдыхающих здесь, много. И, несмотря на то, что парковочные места обеспечены, они действительно есть, все равно припарковаться в выходной день не так-то просто. Но мы с котеночком успешно это сделали, поэтому идем. Вот он вход в лесопарк. Здесь как раз-таки располагается сразу аренда велосипедов, роликов, скутеров, квадроциклов и прочих. И вон там вот белые ворота, вон там, это вход в зоопарк. А если пойти вперед, то начинается очень долгая, приятная, красивая прогулка по межопарку. Он действительно огромный. Я даже не знаю, сколько здесь гектаров земли. Ну, в общем, в интернете, понятное дело, все это можно выяснить. Ну, в общем, в целом, очень крутое место. Оно славится как раз-таки своими летними мероприятиями, такими как праздник песни и танца, которым участвует, в принципе, вся Латвия. Это очень огромный-огромный фестиваль. В нем принимает участие большое количество разных коллективов танца и песни. Как правило, это, естественно, народные песни и танцы. И очень красиво они выступают. Съемка также производится с неба. И танцоры, они рисуют очень красиво орнаменты в своем танце. Так что здесь очень-очень интересно. Всегда можно найти, чем заняться. Мы, как правило, арендуем, как я уже говорила, всякие транспорты и катаемся здесь. Но, так как сейчас есть вот этот человек, да, котенок, то транспорт обеспечен только ему. Да, Бублик? Сегодня ты пойдешь смотреть на львов, тигров и других зверишек. Скажи, а другие? Здорово! Вот такие штуки здесь тоже катаются. Здесь спокойно можно гулять по этой центральной как бы проезжей части. И здесь все такая красивая, пешая зона. Но про погоду вообще слов нет, потому что еще 20 минут назад все было черными тучами затянуто и лил дождь. Сейчас просто погода великолепная. И мы можем здесь вот так вот гулять. Круто. Очень красиво. Я сама, когда была маленькая, у меня, конечно же, самые лучшие воспоминания про прогулок с мамой, с папой, карусели и большого-большого веселья. Это место действительно вызывает очень такие теплые воспоминания, потому что здесь, правда, очень классная атмосфера. Потому что здесь дети, они катаются, едят мороженое. Здесь действительно всем всегда очень весело и здорово. И, конечно же, проводить время здесь, по большому счету, означает проводить время со своей семьей. В принципе, приехав сюда после трехмесячного карантина в Санкт-Петербурге, конечно же, настроение сильно улучшается. Во-первых, потому что есть возможность гулять и быть на природе. Но и, во-вторых, потому что здесь уже все ограничения сняты. И люди, как видите, в основном без масок и достаточно свободны. Конечно же, здесь есть меры предосторожности, там дистанция и все остальное. Но, в принципе, есть такое ощущение, что все, дрянь эта прошла. И мы хотя бы немного можем вздохнуть и вернуться к прежней жизни. Так, мои припарковались, идут, а мы пойдем уже внутрь в зоопарк, поскольку мелкий мой уже капризничает. И нам нужно двигаться. Очереди в выходной день, конечно же, большие. Народу много. Ну вот, мы зашли в зоопарк, заплатили за билет. Билет для одного взрослого стоит 7 евро. Так, зоопарк, я ожидаю, что ты будешь прекрасен. Последний раз, когда мы были, он действительно был классный. В общем, путей, куда пройти, очень много. Первым делом, что мы тут видим? По-моему, тюлени здесь были или что-то такое. Сейчас пройдем, посмотрим хотя бы приблизительно. Да, здесь должен быть серый тюлень. Тюлень вышел, мне кажется, погулять. Так, а бутерброд мой сидит уже печеньку ест. Привет, печенька у тебя вкусная? Вкусная печенька, отлично. И попить у нас тоже есть. Кстати, смотрите, столик наш просто спасение, потому что сюда и питье, и печеньки, да все что угодно сложить можно. Очень круто. Я не сильно понимаю, что мы тут должны увидеть, поскольку животных я не вижу, но где-то тут они ползают. Но радует дико, что здесь все настолько круто обустроено, облагорожено и очевидно. Животные здесь чувствуют себя хорошо. Так, что у нас здесь? Обезьяна должна быть. Ну-ка, обезьяна, покажись. Где ты? Ага, вот она. Прыгает. Привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Просто походить вокруг своих родных мест и посмотреть, что же здесь есть, тоже интересно. Даже если это сильно странно и как-то непонятно. Вот такая вот красота. Ну, главное, что чисто и приятно, и тихо. И река, и природа. А вот мой Бэтмен сегодня сильно на домашнем. На улице очень-очень тепло, но мы уже как-то в пижаме, поскольку уже собрались потихонечку спать, намылись. И уже выходить из дома не собирались, но экспромтом поездочка у нас вышла. Так что мы тут чуть-чуть, минут пять погуляем и поедем домой ужинать и уже спать. Едет какой-то домик. Вот такая вот штука. Не знаю, привозят ли они людей, либо здесь эти люди работают, но, в общем, здесь так. Ну и вот, собственно, это река, которая впадает в море. И вот здесь она простирается с самого-самого центра и до залива. Что самое интересное, вот человек, который поливает лужайку, это и есть скульптор. Он, очевидно, здесь рядом живет. И это его хобби, его дело, его сердце, которым он занимается. То есть он сам делает эти скульптуры, их вырезает, за всем этим делом все ухаживает. И, в общем, из берега реки сделал вот такое вот культурное место. И вот они с женой сейчас, кстати, за всем этим ухаживают. Это их дом. Вот там они живут, в этом доме. Вот это его жена. Вот они ежедневно здесь работают и ухаживают, чтобы люди могли прийти и оценить их работу. Вечер действительно классный и красивый. Да, котенок, будем с подругами прощаться? Да? Ладно, подруги, давайте. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите нам свои комментарии, чем вы интересным занимаетесь. А мы погуляем и спать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok